Популяция больших панд увеличивается в дикой природе, так заявляют китайские учёные. По их словам, программа разведения и сохранения редких бамбуковых медведей приносит плоды. Животных выращивают в неволе, в условиях, приближённых к естественным, а затем выпускают. Так, за последние 20 лет в Китае выпустили в дикую природу 12 панд, 10 выжили. А несколько лет назад в заповеднике в Яане на юго-западе провинции Сычуань инфракрасные камеры запечатлели большую панду с детёнышем. Ранее, согласно исследованиям, в этом районе обитало всего 28 больших панд. То, что появились детёныши, доказывает эффективность нашей природоохранной деятельности. Численность панд постепенно увеличивается. Специалисты отмечают, что нет прямых доказательств того, что у выпущенных в дикую природу панд появилось потомство. «Однако у нас есть некоторые косвенные доказательства. Например, мы собрали фекалии там, где выпускали животных. И эти фекалии, скорее всего, принадлежат потомству выращенных нами панд». В дикую природу выпускают только тщательно отобранных панд, здоровых и способных выживать самостоятельно. Учёные говорят, что потомство, которое получат от выращенных в неволе и диких медведей, увеличит генетическое разнообразие. Это пойдёт на пользу всей популяции. В Китае создано уже 67 заповедников больших панд. По данным Национального управления лесного хозяйства, на этих охраняемых территориях обитает более половины всей дикой популяции бамбуковых медведей. Платья, костюмы, обувь и украшения из личной коллекции покойного британского дизайнера Вивьен Вествуд уйдут с молотка на аукционе. Кристис выставляет в Лондоне более 200 лотов. «Итак, это личный гардероб Вивьен Вествуд. Это Вествуд для Вествуд, и это просто невероятно. Она легендарный дизайнер, но именно эти вещи она носила последние 40 лет своей жизни». Вивьен Вествуд – одно из самых громких имён британской моды. Она умерла в декабре 2022 года в возрасте 81 года. «В отличие от многих людей в её статусе, она носила вещи неоднократно. У неё были любимые наряды. Здесь можно найти вещи, которые были зашиты. При обычной продаже это было бы недостатком. Но в нашем случае это потрясающе, потому что эти швы сделаны рукой Вивьен Вествуд». Вествуд была активисткой во многих сферах. На её футболках можно было увидеть лозунги против изменения климата, загрязнения окружающей среды, а также в поддержку основателя Викиликс Джулиана Ассанджа. «Интерес огромный, ведь такие продажи действительно проходят очень редко. Нам в Кристис повезло. За эти годы у нас было несколько личных коллекций, и каждая из них была уникальной. Но очень редко выставляют коллекции личной одежды модельеров». Цель торгов – собрать средства на благотворительность. Деньги разделят между организациями Greenpeace, фондом Vivienne, Amnesty International и врачами без границ. Онлайн-торги проходят с 14 по 28 июня. Кроме того, 25 июня в Лондоне состоится физический аукцион. Египетская спортсменка Амани Раби начала заниматься пауэрлифтингом только в 54 года. Сегодня ей 62. За это время она завоевала более 90 золотых медалей на местных и международных чемпионатах. Среди достижений Раби – несколько золотых медалей на чемпионате Олимпия Про по пауэрлифтингу. «Я выиграла 89 золотых медалей. В основном я соревнуюсь с младшими возрастными группами. Я участвовала в чемпионатах страны и выигрывала золото. Я также участвовала в чемпионатах арабских стран и выиграла 7 золотых медалей. В этом году я 8 раз побила мировой рекорд». Раби – мать двух сыновей и бабушка троих внуков. С юных лет она занималась различными видами спорта. Однажды, зайдя в спортзал, она попробовала поднимать тяжести и влюбилась в этот вид спорта. «Я всегда считаю, что женщины не должны думать, что их время прошло или что времена изменились. Когда я начинала, я могла поднять только два килограмма, что-то очень маленькое. Сегодня я могу поднять за раз 200-210 килограммов». Её тренер говорит, что с возрастом она становится только сильнее. «Госпожа Амани считается лучшей в мире в своей возрастной группе. Ей более 60 лет, и она устанавливает рекорды. Слава богу, её результаты с каждым годом становятся лучшие. И это феномен. От одного чемпионата к другому она прогрессирует». Раби надеется и дальше бить рекорды, и заниматься спортом. «Нет ничего невозможного. Если человек хочет что-то сделать, он может это сделать. Выйдите из рамок, в которых живёте, думая, что вы слишком стары и ничего не можете сделать. Нет такого понятия, как быть слишком старым». Недолгое путешествие в переноски и Каала-сирота по кличке Мак покинет своих опекунов. Она возвращается в дикую природу. Её выпускают в лесу в австралийском штате Новый Южный Уэльс. «Иногда они быстро выпрыгивают из переноски, прежде чем успеешь её открыть. А иногда немного колеблются». Каалу спасли в прошлом году. Когда её нашли, она весила всего 500 граммов. Сейчас Мак может сама о себе позаботиться. Вскоре к ней присоединится Гейдж. Его маму сбила машина. Детёныша подобрал водитель другого автомобиля. Жертвами ДТП Каалы становятся часто. За последние два года только на юго-западе Сиднея машины сбили 65 Каал. Раненым животным или выжившим детёнышам нужна ветеринарная помощь, иначе они погибают. Власти Нового Южного Уэльса выделят примерно 3 миллиона долларов США на строительство медицинского центра при Сиднеевском университете. Больница будет работать круглосуточно. «Без целенаправленных усилий мы можем потерять Куал в дикой природе к середине столетия. Мы полны решимости этого не допустить». Деньги, выделенные правительством штата, также пойдут на покупку медицинского оборудования и поддержку людей, которые ухаживают за пострадавшими Каалами. Часто эту роль берут на себя волонтёры. Спасённых Каал после лечения будут выпускать в лес, причём в те места, где животным не будет грозить опасность. Группа соседей усердно работает на грядке в городе Тлохомулько-де-Суниго в Мексике. Это городская ферма – часть проекта, который призван объединить соседей и сократить их расходы на продукты питания. Город печально известен высоким уровнем преступности, часто связанной с наркокартелями. Многие строительные компании здесь обанкротились, из-за чего везде можно увидеть недостроенные дома. 18 лет назад Джорджина Гаспар, учительница младших классов средней школы и общественная активистка, разбила сад. Её идея расцвела. Теперь подобные участки появляются по всему городу. Соседи надеются снизить преступность за счёт использования заброшенных территорий. «Основная цель – интеграция сообщества, а также, чтобы никто не голодал. Фермерские грядки предназначены для семей, которые могут выращивать и потреблять еду. А если есть что-то лишнее, они могут это продать». Сейчас Гаспар помогает десяти различным городским фирмам при финансовой поддержке мэрии. «Большинство участков, которые мы используем, представляли собой мусорные свалки или места с высоким уровнем преступности, где молодёжь употребляла наркотики. Теперь эти места использует общество в качестве ферм». Участники говорят, что они не просто работают на грядках, а больше узнают о растениях и способах их выращивания. «Здесь меня защитили. Мне здесь очень нравится, потому что меня научили ухаживать за растениями, научили сеять. Я ничего об этом не знала. Я прихожу сюда на 1-2 часа в день, чувствую себя очень хорошо и ухожу счастливой. Мне очень нравится природа, и здесь я чувствую себя очень комфортно». Мероприятия включают семинары по садоводству. Например, сегодня женщины учатся делать бомбочки из семян, которые позже можно будет бросить в землю, чтобы засеять новые растения и деревья. В проекте городских ферм уже участвуют около 90 семей. Программу также хотят расширить на другие районы города. Живописный вид на Тихий океан больше не радует жителей чилийского прибрежного курорта Винья-дель-Мар. Здесь у подножия домов образовался провал. Теперь люди боятся, что их дома тоже рухнут. Воронка глубиной 30 метров и диаметром 15 образовалась около 10 дней назад после сильного дождя. В результате около 90 жителей ЖК Евромарина-2 пришлось эвакуировать. «Посмотрим, что можно сделать. Думаю, власти примут необходимые меры, чтобы смягчить ущерб и защитить нас. Я верю, что власти что-нибудь предпримут». Как сообщают местные СМИ, причины провала расследуют. Эксперты называют ряд факторов, в том числе обрушение подземного канализационного резервуара после сильного дождя. Они также подчёркивают факт, что ЖК изначально был построен на хрупкой системе дюн. Это подтверждают и местные рыбаки. «Все началось много лет назад. Когда построили здание, начались проблемы, потому что убрали весь песок. Не нужно было строить дома на дюнах». Подобные инциденты уже бывали в этом районе. Так, около года назад у здания рядом с Евромарина-2 также образовался провал, из-за чего на несколько месяцев пришлось эвакуировать местных жителей. Месяц спустя то же самое случилось с ещё одним домом в этом квартале. На прошлой неделе Чили пострадала от холодного фронта, связанного с атмосферной рекой, принесённой из Тихого океана. Как сообщается, один человек погиб, двое получили телесное повреждение. В целом было затронуто более 11 тысяч человек. Более 700 были вынуждены покинуть свои дома. Британская принцесса Уэльская впервые появилась на публике с тех пор, как пять месяцев назад после операции у неё нашли рак. Кейт посетила мероприятие со своими тремя детьми. С ними она проехала в конном экипаже во время ежегодного военного парада в честь официального дня рождения британского монарха Карла Третьего. Многие зрители были в восторге, увидев принцессу. «Это прекрасно. Мы волновались, поскольку не видели её 9 или 8 месяцев из-за рака. Мы надеялись на лучшее. Она выглядела потрясающе в проезжавшей мимо карете. Очень хорошо. Ну, у неё был ужасный период времени. Ужасный диагноз. Она лечится. Замечательно, что люди смогли её увидеть». «Она очень важная персона. Она, можно сказать, символ, немного похожий на Диану. Она вкладывает в имидж королевской семьи гораздо больше, чем мы думаем». Помимо Кейт, в мероприятиях участвовал сам Карл Третий с супругой Камилой, а также другие члены британской королевской семьи. Всех их можно было увидеть на балконе Букингемского дворца. Как заявили официальные представители монаршего двора после объявления о раке, Кейт прошла профилактическую химиотерапию. Хотя лечение продолжается, ей стало лучше, и она впервые с декабря прошлого года смогла появиться на публике. При этом недавно в редком письменном сообщении Кейт отметила, что добилась хороших успехов, но ещё не вышла из кризиса. Кенсингтонский дворец пока не сообщает каких-либо подробностей о типе рака и лечении. Болезнь Кейт совпала с болезнью короля Карла Третьего, который также лечился от рака. Он вернулся к общественным обязанностям в апреле, хотя его график публичных мероприятий ограничен, чтобы минимизировать риски здоровья. Финальный свисток и футбольные болельщики взрываются эмоциями. Так в Лондоне празднуют победу сборной Англии в матче группы С чемпионата Евро-2024. Она играла против Сербии. А это город Гельзенкирхен в Германии, где проходила игра. Английские болельщики довольны счётом 1-0, но многие надеялись на большее. «Качество игры у нас хорошее, но посмотрим. Мы победили, у нас три очка, но игра была не лучшая. Три очка – хорошая победа. Англия – вперёд. Это всё, что могу сказать». Мощный удар Джуда Биллингема головой в первом тайме позволил сборной Англии забрать три очка. Сербская команда улучшила игру в начале второго тайма после замены полузащитника. Однако победы ей это не принесло. «Игра не очень хорошая. Мы думали, что в этом матче будет много голов, но Сербия не очень хорошо играла». В тот же день Словения сыграла с Данией. Счёт 1-1. Теперь же в группе С Англия сыграет с Данией, а Сербия со Словенией. Матчи пройдут 20 июня. Между тем, 16 июня Польша также сыграла с Нидерландами в группе Д. Голландская сборная победила со счётом 2-1. В группе А Германия обошла Шотландию со счётом 5-1, а Швейцария – Венгрию со счётом 3-1. В группе Б Испания победила Хорватию, забив три гола, а Италия вышла победительницей в матче с Албанией со счётом 2-1. Между тем, в Гамбурге полиция открыла огонь по человеку с топором, который угрожал офицерам во время парада нидерландских футбольных болельщиков. «По нашим последним данным, из бара вышел мужчина. Судя по всему, в руке у него был коктейль Молотова, а также кирка. Он пытался поджечь этот коктейль Молотова, а затем подошёл к нескольким людям, в том числе полицейским. И тогда полицейским пришлось применить огнестрельное оружие». Инцидент произошёл перед игрой Польши с Нидерландами. Нападавший получил ранение в ногу.